Привет всем! Сегодня я вам покажу и расскажу о магазине новом, который открылся в Пардесхане около поликлиники Мюхэдет. Называется он Дандиль. Сейчас мы в него пойдем и поснимаем вам, что в нем есть. Здесь есть огромный отдел по канцелярии. По очень хорошим ценам. Есть огромное количество для творчества. Для детского творчества, не только для творчества вообще. Сами видите, можете смотреть, сколько много всего есть для ручной работы. Огромное количество. Но не надо думать, что это магазин только для этого всего. И в нем не только игрушки. В этом магазине, кстати, цены здесь очень приятные. Мячики, огромные площади, куча людей. Ну, самое прикольное, что в этом магазине есть все. Это и посуда. Вот. Причем разного. Причем разного качества, разной цены. По разной надобности. Это и для дома. Разные рамочки, зеркала. Вообще, у нас в Прадесхане не было такого огромного магазина. Теперь он появился, и мы этому очень рады. Есть для дома вот разные корзинки. Для ванной, для туалета. Все поделено, скажем так, по отделам. Очень много всего, 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 всего. Огромный выбор. Очень много консультантов, которые могут помочь. Сами не навязываются. Хотите, помогут. Не хотите, не помогут. Так как в Израиле соблюдают шаббат, очень многие используют одноразовую посуду. Поэтому, как бы, много одноразовой посуды тоже продается. Хозяйственные разные для мужчин вещи. Там разные отвертки, клеи, молотки, краски. Ну, вообще, очень много разных мелочей. Такой, ушные палочки, лампочки. Очень много декора для сада, для дома. Вот, например, разные такие гламурные деревья. Вообще. Текстиля очень много. Ой, слегка. Текстиля очень много по разной цене. Сумки разные. Ну, в общем, очень много есть сегодня. Как вы поняли? Вот корзинка покупок моя. Дома я покажу, что я купила. Мелочи, но... Лере уже не терпится посмотреть, что же купила мама в магазине Дандиль. Вот, магазин Дандиль. А для Леры мы купили красивого стульчика. Иди, садись на стульчик. Такой стульчик. 15 шекелей всего лишь стоит. Замечательный просто стульчик. Ребенку очень нравится, конечно же. Я заметила, что она в последнее время садится на стульчики часто. А у нас дома детского не было. Решила, что надо ей купить. С питьюю! Так, помимо стульчика я купила ей вот такую палочку на колесиках. Вот такую палочку на колесиках. 10 шекелей она стоит. Потом я купила бумагу для ксерокса. Там бумага по 20 шекелей. Но если покупаешь 3 упаковки, то получается 3 за 50 шекелей. 500 листов. Выгодная цена, если надо много бумаги. Потом, так как я часто сбиваю себе руки, ноги и прочее обжигаю, я купила пластер вот такой. Стоит он 2,50 кажется. И здесь 50 таких пластеров. 50 штук. Это довольно очень дешево. Еще прищепки. Прищепки за 5 шекелей. Тут сколько? 12 штук. Очень дешево в расчете на... пропорционально количеству цены дешево получается. И еще я купила такую бутылку для Леры за 10 шекелей. С трубочкой она идет для воды. На площадку брать с собой. И вот такую пластиковую штуку для документов. Ставить туда папки, потому что у меня они валяются на столе. Так, тут все. А, еще где-то должно быть тут просто для снятия лака. Ацетон за 2,50. Дешевле только... Нету дешевле. 3 шекеля дешевле, но это еще дешевле. В других магазинах по 3 шекеля самая дешевая. А здесь 2,50. И в прошлый раз в этом магазине я купила вот такие чашечки по 2,50. Это вообще... Такой цены давно уже не видела. 2,50. 3 шекеля. 3 на 10. Это самые дешевые. То есть 3 штуки за 10 шекелей. Или по 3 шекеля еще встречала. Ну, чтобы 2,50. И чашечка такая милая. В общем, классный магазин. Нечего и говорить. Будем туда захаживать с Лерой. Да, Лера? Понравился тебе стульчик, Лапочка? Очень понравился девочке стульчик. Она будет на него взлазить с ацетоном. Субтитры сделал DimaTorzok